Добрый день! Тема моего мастер-класса «Последний урок физики» или «Мысленный эксперимент». Последний урок физики в году, в четверти, в тематическом разделе – это урок, когда хочется разглядеть какую-то глубину, которая стоит за теми явлениями, которые мы каждый день обсуждаем с детьми на уроках. Для того, чтобы эту глубину увидеть, надо сделать небольшую остановку, прекратить бег по программе, оглянуться назад и переосмыслить то, что уже пройдено. А инструментом, который будет нам сегодня помогать, станут мысленные эксперименты, те эксперименты, которые происходят у нас в голове. Прежде чем мы к ним приступим, я позволю себе напомнить кое-что об опыте Юнга, это наша отправная точка. Опыт Юнга заключается вот в чем. Проходит свет через узкую щель, затем через две параллельные узкие щели, и получается два потока. Два потока друг на друга накладываются, и вот в этой области получается интерференция. То есть чередование светлых-темных полос. Смотрите, пожалуйста, полоска светлая, полоска темная. Это и есть интерференция, явление, имеющее большое значение. Почему происходит интерференция? С1 и С2 — это щели. Р1 и Р2 — это лучи, которые попадают в точку М. Видно, что Р2 чуть-чуть длиннее, и поэтому волны в точку М придут со сдвигом по фазе. Может произойти и следующее. Максимумы одной волны наложатся на минимумы другой волны. Уважаемые коллеги, сложите мысль на эти функции, и получится результирующее колебание интенсивное или не очень? Не очень. За счет амплитуды оно все-таки какое-то будет, но совсем не интенсивное. Это минимум интерференции, и мы попали вот в темную точку. А может случиться вот, что волны пришли в фазе, максимумы и минимумы совпадают, и тогда при наложении этих двух волн получится интенсивное колебание, и мы попадаем в светлую точку, и это максимум интерференции. Вот такое явление. А сейчас давайте рассуждать. Представим себе источник света, очень-очень маломощный. Он выпускает один фотон, одну частичку света за целую секунду. Куда полетит этот фотон, дамы и господа? В какую точку? По прямой. Это одна версия. Другие версии? Предположим, по прямой. Хорошо. Один фотон по прямой, второй по прямой, сотый фотон по прямой. А где интерференция, если все по прямой? То есть волны нет. Когда есть фотон, нет волны. А если фотон – волна, то почему все время по прямой? Таким образом, фотон летит не обязательно по прямой. Он летит куда угодно. Он летит во все точки, где есть свет. А как фотон видит эту интерференцию? На что ему накладываться? Он же один. Один поток накладывался на другой. Там, понятно, две волны. А на что наложится одному-единственному фотону? Нам пока сложно сказать. Давайте житейская аналогия. Коллеги из фокус-группы, вы выбираете место для отдыха. Грубо говоря, допустим, это города на букву В. Воркута, Волгоград, Владивосток. Скажите, пожалуйста, как вы выберете, куда поехать? Где интереснее, где больше достопримечательностей? Где интереснее? В Владивостоке. Вы представили себя в Владивостоке. Вы представляли себя в Воркуте? Не хотелось бы. Почему? Вы обдумали свою поездку в Воркуту. Все же таки представили себя в Воркуте. Фотон делает примерно то же самое. Он, согласно фейнмановской трактовке, ощупывает все возможные варианты. В Воркуту, Владивосток, Волгоград. И выбирает в соответствии со своими предпочтениями. Все, что имеет хоть какую-то вероятность. То есть люди иногда ведут себя как фотоны. Дамы и господа из фокус-группы, я вам задам трижды один и тот же вопрос. Есть ли в поведении фотона проявление свободы воли, как вам кажется? Мне кажется, что нет. Как вам кажется? Свободные, скорее всего, нет. Нет. Мы отказали сейчас фотону в свободе воли, несмотря на то, что вроде как он выбирает любую точку. Давайте запомним ваш ответ и пойдем немножко дальше. Сейчас вместо фотона будут футбольные мячики. С ними проще. Две щели. И если интерференция есть, фотон как бы накладывается сам на себя. Он ощупывает все возможные варианты. Все города на букву В, выбирая один. В итоге оказывается, самое вероятное, что вы выбрали, Владивосток. Ну, это самый вероятный, это менее вероятный, еще менее вероятный. И может оказаться где угодно. Предположим, мы запретили фотону интерферировать. Где окажутся футбольные мячи? Если нельзя интерферировать, нельзя выбирать, то полетят они? Спасибо, да, именно так и полетят по прямой. И соберутся вот или здесь, или здесь. Давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы запретить фотону в реальной жизни интерферировать и накладываться самого на себя. Для этого еще одна аналогия. Это не щели и не фотоны. Это забор, в заборе дырка, а это ребенок. Ребенок убежал за забор. Чем он там занимается? Пожалуйста, по одной версии из каждого коллеги в фокус-группе. Урок прогуливает. Писать может что-нибудь на заборе. Да. В грязь в лес. Так, отлично. Думает о чем-нибудь. Да, думает, читает учебник физики. Все то, что вы сказали, вариантов много, он интерферирует за забором. Потому что он ощупывает все возможности. Как запретить ребенку перебирать возможности за забором? Как мы можем быть уверены в том, что он за забором только читает учебник физики? Или что-нибудь другое? Видеокамеру поставить. Подсмотреть. Если мы подсмотрим за ребенком, он не будет интерферировать. Мы будем точно знать, что он там делает. С фотонами то же самое. В конце 20 века был поставлен эксперимент, в котором фотоны и более тяжелые атомные частицы заставили о себе как-то заявить. Наблюдателю, датчику, кому угодно. Если фотон заявляет о себе, то интерференция пропадает. Фотон, ну, как бы испугался. Дамы и господа из фокус-группы, скажите, пожалуйста, второй раз вас спрошу. Можно ли приписать фотону какое-то разумное поведение? Ваша версия? Нет, по-моему, да. Если каким-то образом ограничить его... Хорошо. Мы снова отказали фотону в свободе воли, хотя вроде бы как он принимает решение. Он видит наблюдателя и перестает интерферировать. Он понимает, что за ним не наблюдают, и мы видим совсем другую картину. Попробуем с залом. Поднимите, пожалуйста, руки, коллеги, те, кто считает, что у фотона есть элементы разумного поведения. А теперь те, кто считает, что таковых нет. Благодарю. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Мы можем в квантовом мире просто наблюдать? Что мы делаем, наблюдая? Искажаем эксперимент. Вмешиваемся. Мы вмешиваемся в эксперимент, мы не можем просто наблюдать. Это какой эффект напоминает отдаленно? Чем-то похоже на эффект бабочки. Наблюдая ту или иную систему квантовую, мы вмешиваемся в ее работу и влияем на результаты измерений. Эта физика, она довольно-таки популярная, настолько популярная, что с обсуждения этого вопроса начинается известный комедийный сериал «Теория большого взрыва». Позволим себе посмотреть 17 секунд. Если фотон направить к плоскости с двумя щелями, у одной из которых установлен детектор, интерференции не будет. И если детектора нет, будет. Если вернуть детектор после прохождения щели, но до достижения цели, интерференция снова пропадет. Согласен, и к чему-то это? Классная идея для футболки. Да, сериал имеет возрастное ограничение. Я не успел попросить всех недостигших 16-летнего возраста не смотреть и не слушать. Итак, если фотон не видит датчик, то есть интерференция. Если видит, то нет. Кто-нибудь запомнил финал? Перед. Испытаем последний раз свободу воли фотона. Смотрите, пожалуйста, это экран. Он закрывает два телескопа, два детектора. Когда фотон принимает решение, кем ему быть, волной или частицей? Когда ему поздно менять решение? Если он пролетает, как футбольный мяч, он пролетает через одну щель. Если пролетает, как волна, то через обе щели. Когда поздно менять решение? Тогда пролетел. После прохождения щели. Как обмануть фотон? Он принял решение. Допустим, он умный. Давайте его обманем. Что мы должны сделать? Вот так, как на картинке, мы на него смотрим. Что нужно сделать после прохождения? Вот так мы на него не смотрим. Как начать на него смотреть? Это мысленный эксперимент. Может быть, все что угодно. Что? Что сделать? Можно проще. Можно убрать экран. Это же мысленный эксперимент. Мы все можем. Экран исчезает. Выяснилось, что если убрать экран после того, как фотон прошел щели, интерференция пропадает. Получается довольно-таки неутешительный вывод. Если мы обращаемся к фотону, как к волне, он интерферирует и ведет себя, как волна. Если мы убираем экран и говорим «фотон, ты частица», он показывает себя, как частица. Какие выводы мы можем сделать из этого? Скажите, пожалуйста, подобные идеи где-нибудь в художественном произведении звучат? В художественном произведении? В любом. Что-то я бы сравнил с окончанием фильма «Солярис», раз уж мы в годе кино Андрея Арсеньевича Тарковского. Очень близко, где океан начинает мстить. Миша Уганонсри отвечает, что ты хочешь, чтобы я ответил тебе. Спасибо. Спасибо. Главный вывод сделал Джон Уиллер, человек, который придумал этот эксперимент. Он, наверное, не знал, что в 2004-2006 году его мысленный эксперимент будет осуществлен. Коллеги, которые знают английский язык лучше меня, могут перевести. Вселенной нужны наблюдатели для того, чтобы она существовала. Примерно так. Уважаемые коллеги, а вы можете привести пример мысленных экспериментов в своей предметной области? Да, например, в математике очень часто используется метод доказательства от паративного. Его, мне кажется, можно считать мысленным экспериментом. Спасибо. Давайте в истории попробуем. 1242 год. Убьем гонцов, которые мчатся из Каракарума и говорят Баты о смерти Угиде. Баты продолжают поход, завоевывают всю Европу и, возможно, меняют ход развития человечества. В информатике можно привести пример. Перед тем, как мы пишем программу, например, с разными алгоритмами сортировки, можно сначала мысленно предположить, сколько времени машинного они займут при исполнении. Спасибо. В математике есть такие задачи. Велосипедист куда-то едет, а потом мы говорим, если бы он ехал в два раза медленнее, то тогда произошло бы что-то другое. Благодарю. Если мы продолжим размышлять на эту тему, мы столкнемся с самыми главными вопросами. Наблюдал ли кто-то за Вселенной в момент ее существования? Если не наблюдал, правда ли существует 10 в пятисотой степени параллельно существующих Вселенной, как обещает нам самая современная физическая М-теория? Почему существует что-то вместо того, чтобы не существовало ничего? Закончить я хочу фразой цитаты из фильма «Тенгиза Абуладзе», «Тенгиза Абуладзе», «Тенгиза Абуладзе» «Тенгиза Абуладзе» Продолжение следует...